Дорогие друзья, приветствия и почтения! Выложила последний ролик об исповеди Крайона, который передала Марта. И, прочитав все комментарии, подумала, ой, как не хватает темы на объединение, чтобы вот ничто не могло помешать вот этому слиянию душ к благополучию своей жизни. И настолько была поражена, что, оказывается, уже есть эта тема, которую я сейчас вам и зачитаю. Называется она «Остановитесь, любимые мои». Отец-Абсолют, здравствуйте, дорогие мои дети! Сегодня мне хочется поговорить с вами на очень серьезную тему о вашем отношении друг к другу. Идущие сейчас на землю энергии высоких вибраций поднимают на поверхность всю накипь из самых глубин ваших душ. Вы являют суть каждого человека. Все тайное становится явным. И это уже не просто красивые слова. Пришло время подвести итоги вашей работы. Кто-то из вас, засучив рукава, совершил настоящую генеральную уборку в своей душе, освободив ее от всего отжившего, ненужного, того, что мешало ей двигаться к свету, к вознесению, к новой жизни. А кто-то лишь слегка смахнул с нее пыль, наведя внешний лоск, но не избавившись от скопившейся в ней грязи. И особенно наглядно это проявляется в вашем отношении друг к другу. То, что происходит сейчас в эзотерическом мире, можно назвать не иначе, как вакханалией. Те светлые души, которые призваны вести за собой людей и которые обладают столь необходимыми для человечества знаниями, тратят драгоценные минуты, часы, дни, месяцы на выяснение отношений, анализ посланий друг друга, на споры и оскорбления, тем самым губя свои собственные души и лишая возможности других получать нужную им, как воздух, чистую информацию, не искаженную энергиями гордыни и самоутверждения. Дорогие, любимые мои, у многих из вас уже наступило перенасыщение информацией о Вознесении. Вы уже не способны ее переваривать в свете того, что новые и новые послания, получаемые контактерами самого разного калибра, налипают друг на друга, как снежный ком, который погребает под собой истину. Остановитесь, любимые мои, все, что вам нужно было знать, вы уже знаете. И пришло время сосредоточить свое внимание на себе самих, смотреть вглубь, а не вовне, выходить напрямую в связь со своей собственной душой, учиться слушать ее. Но это можно сделать только в тиши, а не в бесконечных спорах, которые не только не рождают истину, а заводят людей в тупик, одновременно напитывая сущности низшего астрала энергиями раздражения, агрессии, гордыни, тщеславия, самоутверждения. Родные мои, у вас есть все для того, чтобы совершать омовение своей души божественными энергиями в таком изобилии льющимися сейчас на землю, помогая ей вознестись, а не множить зло на земле, от которого она так мечтает избавиться. И я благословляю вас на это, любимые мои ненаглядные дети, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Остановитесь, любимые мои».